о чем задумался то слово забыл не могу вспомнить так и скажи синоним всем привет меня зовут николай шмычков вы на канале seo quick и сегодня мы разбираем тему lsi копирайтинг все о продвижении и в контекстной рекламе конечно же мы всегда должны использовать ключевые слова ключевые слова являются гарантом того что мы правильно настроили и контекстную кампанию и конечно правильно создали тезе на создание контента подобрали title и description потому что мы использовали те самые ключевые слова которые ищут пользователи но мы же знаем что google говорит что 30 процентов запросов в поиске генерируется каждый раз новый и существует конечно же огромное количество синонимов про которые вы попросту должны знать и сейчас я хочу вам рассказать про такую тему как lsi копирайтинг это так называемый необычный тип ключевых слов на которые нужно обращать внимание тема lsi копирайтинга достаточно не нова и она появилась конечно же где-то в 2018 году и стала активно проводится пройти проходить по всему рунету и вы можете об этом убедиться просто просмотрел большинство статей вбив в поиске попросту что такое lsi копирайтинг и конечно же посмотрев что у вас вывалится в поиске если вы вбьете все слова lsi или lsi копирайтинг вы увидите что есть куча статей про которые собственно все говорят и мы видим что все статьи в основном датируются 2017 и 2018 год и почему так оно и есть вот мы сейчас в этом видео хотим разобрать первую очередь чтобы вы понимали что такое lsi это латентно-семантический индекс который используется для лучшего понимания контента страницы об этом собственно говорит сайт seo-profi об этом же говорят сайты netpeak которые в принципе пишут все об одном и том же почему про это никто до этого не знал и не задумывался почему так оно было и конечно же давайте сначала разберем саму тему что такое lsi копирайтинг а потом вопрос почему он стал именно сейчас для тех кто не знает lsi копирайтинг да это собственно вот вот и вот хорошо разбирает пример seo-profi вот если по запрос cars да этот запрос значит автомобили или фильм тачки или какая-то рок-группа почему бы и нет на самом деле вариантов еще может быть множество поэтому если мы спросим cars в поиске что нам поисковик предложит определенную предложит он нам кармакс вообще машины used cars как вы видите и мультику нам не предлагают тачки в данный момент но если мы допустим сменим гео допустим на нью-йорке оставим запрос cars принципе ничего не изменилось википедия собственно мультик cars он предлагает позже как вы видите один и тот же запрос имеет разные смыслы поэтому очень важен контекст для выбора вот той самой первой выдачи именно вот lsi метод поиска ключей он основан на то чтобы правильно распознавать синонимы то есть как искать ключевые слова об этом расскажем мы чуть дальше в этом видео так что не забывайте переключаться и я хотел бы рассказать коротко как это все появилось а теперь немножечко теории согласно теории чтобы вы знали lsi слова содержится называется синонимические слова это slsi или релевантные слова rlsi все эти слова является частью алгоритма lsa который расшифровывается как латентно-семантический анализ появившийся в 1988 году вот поисковые алгоритмы начали распознавать синонимы относительно недавно хотя инженеры придумали этот алгоритм ого-го как давно да всего лишь яндекс научился распознавать синонимы 2017 году поэтому мы видим засилье статей в рунете именно в этот период но google научился делать гораздо раньше в 2013 году когда выявил свой алгоритм хамиберт или калибри об этом вы тоже должны знать почему тема lsi копирайтинга за рубежом уже немножечко осела мы отстаем от гугла на четыре года и чтобы понимали да то есть в чем отличие lsi копирайтинга от seo копирайтинга если коротко можно все увидеть вот как говорится в этих табличках очень наглядно эту тему конечно же разобрали на отдельных статьях и если вы увидите отличия ключевые они заключаются в том что до lsi статья она разбавлена синонимами плотность ключей значения никакого не имеет она написана с максимальной пользой для читателя заголовки статей говорится емкие информативные объем текста от 5000 символов все статьи же показатели совсем другие прописываются ключи в точном вхождении плотность ключей до трех процентов цель написания подъем сайтов поисковой выдачи заголовки содержат обязательно поисковый запрос и объем текста где-то в районе трех тысяч знаков ничего не замечаете вам часто такие тексты предлагают seo-специалист поверьте мне эти тексты уже в 2017 году устарели о чем говорит сайт нет пика то есть чтобы понимали lsi и lsi статьи пишутся совсем иначе на самом деле мы уже не не заостряя на этом внимание не уделяет ему детальное внимание всем нашим клиентам рекомендуем писать статьи именно lsi формата но идем чуть чуть дальше про наши стратегии тонкого контента смотрите ссылочках описание под этим видео и на нашем youtube канале много информации про тонкий контент вы можете найти посмотреть очень много материала рассказано как писать статьи конечно же по тонкому контенту и если мы сейчас вернемся еще к другим как говорится табличкам в чем отличие lsi статей от как говорится обычных статей вы должны понимать что lsi статьи на самом деле не привязаны к ключевым словам так детально да они могут содержать главный ключ в главной они могут содержать важные ключи в виде вопросов в заголовках но то точного вхождения ключевых слов а еще не дай бог выделенного жирного в нормальной статье не найдете если вы вбьете просто в поиске нашей стране нашей статьи вот по забросу заработок в интернете без вложений вот найдем нашу статью кстати да надо гео выключить найдет к кому интересен плагин для гео выдачи называется гео мета вот он вот такой вот плагинчик для гео рекомендую всем гео клевер позволяет подсмотреть любое гео с любого места очень удобен для поиска как говорится полезной информации и вот если мы зайдем нашу статейку которая уже говорится надо сейчас уже обновлять потому что на 2017 года и берем наш основной ключ заработок в интернете без вложений и мы увидим что такой ключ имеет только видео которое имеет точно такой же ключ и при этом больше в тексте вы не встретите словосочетание в точном вхождении заработок в интернете без вложений если чисто заработок в интернете вот просто вот в точном соответствии этот эта фраза встречается всего как говорится четыре раза но причина эта статья очень огромная и действительно она учитывает этот запрос говорится чисто в контенте релевантно вы увидите что только она идет все остальные статьи все остальные запросы как вы увидите содержат совсем меньше количество вхождения. Если вы почитаете 4% запросов, то 4 запроса заработок в интернете и, конечно же, огромную длину этой статьи, она огромная, то вы поймете, что там процент вхождения гораздо меньше даже чем 1%. Поэтому да, вы должны понимать, что запросы нужно писать статьи по этим темам. А сейчас я передаю слово моей коллеге и, конечно же, она расскажет, как искать ключевые слова для вашего LCI анализа и вообще зачем они еще нужны, кроме SEO. Всем привет, меня зовут Алена Полюхович и сейчас я вам расскажу, зачем же мы используем синонимы в контекстной рекламе. Казалось бы, зачем использовать синонимы, ведь гораздо лучше прописать именно четкое конкретное название товара или услуги, которую вы предоставляете, и по ней рекламироваться. Но не всегда пользователи используют точное прямое вхождение названия вашего бренда или услуги. Зачастую мы можем прописывать услугу, например, на русском языке или же название товара, хотя изначально оно на английском, а допустим тот же Samsung. Мы не всегда прописываем купить Samsung именно латиницей, мы прописываем название Samsung по-русски. Очень часто мы допускаем опечатки и точно также с этими опечатками мы пытаемся найти нужный нам товар или же услугу. По данным самого Google, около 70 процентов запросов пользователей включают в себя синонимы и поддерживаются они почти на 100 языках, которые поддерживает сам Google. И, конечно же, Google сам работает над тем, чтобы улучшить работу синонимов. И вот, кстати, новый недавний апдейт Google Bird, он и направлен на то, чтобы улучшить работу синонимов. Ну а как искать синонимы для контекстной рекламы, я сейчас вам покажу. Так, во-первых, берем страничку топ-конкурентов в Google или в Яндексе, на которую мы хотим собрать ключи. Допустим, я хочу найти холодильник Indesit и собрать все, что касается холодильника в Indesit. Я вижу, что первое мне выдается Foxtrot, перехожу на страничку Foxtrot, именно на ту, где он продает холодильник Indesit, копирую эту ссылку, далее я иду в Serpstat, вставляю ссылку, выбираю URL, здесь выбираем нужную нам регион, ищем анализ сайта, анализ страниц и ключевые фразы и нажимаем на кнопочку найти. И как мы видим, нам попадаются все фразы, связанные с холодильником Indesit, и мы можем здесь увидеть всевозможные написания Indesit. И Indesit, и Indesit на украинском, и Indesit через букву S, и Indesit с буквой T и с буквой D в конце. То есть мы видим, что синонимов на самом деле получается достаточно большое количество. Дальше, что нам нужно сделать, это воспользоваться нашей утилитой генератор ключевых слов, ссылочку мы оставим в описании обязательно к этому видео. Заходим сюда, в основной запрос мы прописываем наш основной ключ, это холодильник, и всевозможные к нему синонимы. Ну, у холодильника у нас синонимов нет, но, к примеру, если бы мы использовали микроволновки, то вот здесь уже были бы синонимы, как и микроволновка, и микроволновая печь, и СВЧ-печь. То есть прописываем все, что есть. Так, холодильники и холодильник. И в второй столбец мы прописываем все возможные названия слова Indesit. Indesit, Indesit. Indesit. Вы можете их прописывать или же просто копировать, и если вам удобнее, то здесь есть экспорт, вы можете его также скачать. И после того, как вы все это пропишете, двигаемся вниз и нажимаем на кнопочку получить ключевые слова. Вот так внизу выглядит уже пересеченный вариант, холодильники, холодильник и все возможные его названия Indesit. Мы его копируем и идем дальше в кей-коллектор. В кей-коллектор мы добавляем фразы, добавить в таблицу, выставляем внизу регион, если нам это необходимо, если мы хотим собирать по России или Украине и так далее, допустим. И все, что мы делаем, это дальше в кей-коллекторе нажимаем на сбор поисковых подсказок. Более детально, как собирать именно ключи, как работать с кей-коллектором, есть в моем предыдущем ролике. Ссылочку я оставлю также в описании, так что если вы еще не знаете, как собирать ключевые слова, обязательно посмотрите мой предыдущий ролик. Этот способ идеально подходил тем, кто знает свой рынок, свой товар, услугу, знает, что есть конкуренты и вы можете и в уме, в принципе, представить свои синонимы. Но что делать, если вы выходите на рынок с абсолютно новым товаром или новой услугой, которую до вас никто не предоставлял на рынке? Или же вы берете этот товар или услугу с зарубежных стран и пытаетесь внедрить в свои страны? То есть конкурентов у вас особо нет, выдачи никого нет. И что делать тогда, если вы не знаете свое основное ключевое слово, по которому вы будете строить свою рекламную кампанию, вокруг которого вы будете искать поисковые подсказки? В таком случае вам нужно подумать, что представляет собой ваш товар или услуга и искать синонимы уже вокруг самого определения вашего товара или же вашей услуги. Если у продукта до этого на рынке не было заменителя, попробуйте описать свой товар или услугу в двух-трех словах и подберите к нему синоним. Допустим, например, такой запрос, как чип-тюнинг. Мы видим, что в принципе в нем содержится мало слов, всего лишь чип-тюнинг, авто и, казалось бы, что с этим можно сделать, какие синонимы подобрать. Для этого мы идем в Google, вбиваем чип-тюнинг, авто и смотрим, что же нам предлагают. Смотрим даже определение википедии, это также нас может на что-то натолкнуть. И мы видим, что чип-тюнинг можно уже подобрать такие запросы, как разгон двигателя или ускорение двигателя, или же машины для стрит-рейсеров. Также подойдет, можем посмотреть любые сайты, которые здесь есть. Видим, что вот, например, выдается максимальное повышение мощности двигателя автомобиля, то есть повышение мощности двигателя авто. Это также можно использовать. И если ваш сайт, например, еще не богат на контент, то вот, например, такие синонимы, они, возможно, будут для вас неочевидны. Поэтому нужно всегда обязательно исследовать Google также на предмет синонимов, и, возможно, вас натолкнет на какие-то мысли. Допустим, возьмем тематику офис на колесах. По факту, это такой же ключ с неочевидными запросами, точнее, неочевидными синонимами запросами, как и чип-тюнинг. Но стоит немножечко копнуть в эту тему, как вы поймете, что синонимы в этой тематике также есть. Это и доработка авто для офиса, и офис на колесах тюнинг, и тюнинг микроавтобуса под офис, тюнинг авто под офис, множество всевозможных различных вариантов. И с ними уже можно работать и искать поисковые запросы. Поэтому, если вы не видите очевидных синонимов, все, что вам нужно сделать, это подумать, что это. То есть, вы предоставляете слово, плюс что это, и дальше уже вокруг этой темы ищите себе синонимы. Поэтому не игнорируйте синонимы, потому что, если вы их будете игнорировать, то есть такая вероятность, что вы, к сожалению, не будете использовать огромное количество ключей, которые именно ваши, именно по вашей тематике, которые могут искать пользователи, задавать их так. И, соответственно, вы не будете показываться в рекламе и будете терять потенциальных клиентов. Итак, как вы поняли, для контекста LCI тоже важен, но он используется, конечно же, немножечко в другом смысле. Наша цель – поймать те самые вкусные объявления, которые нам нужно использовать. А как же в SEO? Давайте перечислим все способы, как искать ключевые слова, LCI-ключевые слова разными методами для SEO. Итак, первый способ, который, наверное, знает каждый начинающий SEO-специалист, да и владелец сайтов, это, конечно же, Яндекс.Вордстат. И вы скажете, ну Яндексом мы ищем всегда ключевые слова, но кое-что вы, наверное, не знаете. Давайте зайдем на Яндекс.Вордстат и проверим. Мы возьмем наш ключ, который мы обсуждали, заработок в интернете. Заработок в интернете. Интернете. Вот. И вы видите в Яндекс.Вордстат две колонки. Вы всегда используете в основном вот эту колонку для поиска ключевых слов. Конечно же, она ключевая, мы на нее всегда смотрим. Но в LCI-копиратинге нужно смотреть еще и на вторую колонку. На вот эту колоночку, где есть все варианты других слов, которые можно найти. Например, удаленная работа, заработок на дому, работа на дому, дополнительный заработок, интернет-работа без вложений, там, заработать деньги, ну, более далекий по смыслу, ну, конечно же, есть. Работа в интернете, ну, она более близко. Интернет-работа. Заработать в интернете. Как вы видите, вот их достаточно много слов, которые кое-как, но связаны с этой тематикой. Возьмем другую тему. Металлопластиковые окна. И мы увидим, что металлопластиковые окна, ну, что-то оно как-то не очень. А давайте, допустим, металлопластиковые окна, оно не вывело окна Ялта к окну Крым. Почему-то как-то немножко нерелевантно он берет. А если мы возьмем конкретное Геороссия, давай. Нет, ничего не изменилось. А если окна ПВХ, вот мы видим здесь пластиковое окно, остекление балкона, например, межкомнатная дверь. Кстати, да, ну, как бы некоторые темы связаны, некоторые не связаны. Окно пластиковое, оно предлагает. Дешевое пластиковое окно. То есть мы видим, что с окна ПВХ, здесь идут четко слова, с окна ПВХ, словосочетание. В то время в правой колонке идут те самые слова, среди которых можно искать те слова, которые учитывать в LCI копирайтинге. Но вы скажете, Николай, их мало. И, конечно, существуют другие сервисы, которые позволяют выловить их гораздо больше. Второй сервис, конечно же, это Ahrebs. И Ahrebs позволяет найти релевантные ключевые слова точно так же по этому принципу. Напоминаю, Ahrebs достаточно дорогой сервис и доступен не каждому. Но в нем можно искать LCI ключевые слова разными методами. Вы можете искать как на русском языке, так и на английском, да и на множестве других языков. Он понимает много языков, в отличие от WordStata, который знает только русский. И даже не знает украинский. Возьмем, бьем слово, заработок в интернете. И интернете. Что-то у меня сегодня все ошибается. И проверим этот запрос в Ahrebs. В Ahrebs вам нужно зайти в колоночку не phrase much и не having same terms, так как мы привычно делаем. А нужно also rank for и search suggestions. Давайте посмотрим на них. И здесь вы видите гораздо больше интересных слов, которые имеют тоже высокий трафик, но могут быть релевантны. Но вы можете сосредоточиться на словах, допустим, с низкой конкуренцией. Допустим, доходящей до 10 и отфильтровать результат. Более того, можно сосредоточиться на тех словах, которые содержат минимум 3 слова. Позволяет сосредоточиться на низкочастотном хвосте, который содержит те или иные слова. И вот вы увидите много интересных слов, которые, возможно, будут интересны вам по теме. И они могут реально пересекаться с вашими. Если вы хотите исключить определенные слова, например, заработок. Слово заработок вам не надо видеть. То есть вы хотите сразу, вы можете его исключить. И исключив слово заработок, вы увидите четкие слова, которые соответствуют низкой конкуренции. Которые содержат те самые запросы, LCI-запросы. И вы это сделали буквально в пару кликов в Ахревсе. Собрали всю LCI-семантику по этой теме. Заработок в интернете. Вот мы видим заработок в интернете, мы видим слово работа в интернете. Как заработать денег. Очень интересные достаточно ключи. Подработка в интернете. Работа в интернете домой. И они достаточно трафиковые. 110 долларов в рублях. Это кто-то искал, связанная с темой тематикой. Ну окей. Новая белая схема заработка на Али. Это все формально релевантные LCI-темы для вашей большой статьи. И само собой, что некоторым темам можно посвятить отдельные статьи. Как например, новая белая схема заработка на Али. Можно вообще посмотреть, что это за запрос. И посмотреть, ищут ли что-то по ней. Как мы видим, с этим запросом всего одно слово. Так что я бы рекомендовал не пилить под это целую статью. Но например, впилить это в статью заработок в интернете, это действительно интересно. Запоминаем. КД минимальное, количество слов побольше. И конечно же, постарайтесь исключить то слово, которое уже входит в ваш основной ключ. Ну то есть вот заработок в частности. Потому что вам нужны те самые синонимы. И таким образом вы соберете из охребца все ключевые слова, которые вам попросту нужны. Очень быстро, просто и практично. Давайте теперь подведем вывод. В чем же преимущества и недостатки LCI-систем? И давайте вместе на них смотреть. В первую очередь, конечно, четкое преимущество. Увеличивается семантическое ядро. Все LCI-фразы это действительно дополнительные низкочасточные ключи по той же тематике. Во-вторых, увеличивается это количество длинного хвоста. Это самый длинный захвост запроса витрафик. Вы используете сопутствующие запросы и получаете посетителей по широкому спектру редких ключевых слов. Ну и конечно же, увеличиваются поведенческие факторы. Объемная полезная статья, получается, захватывает больше внимания, чем как уротка, и которая содержит только четкие вхождения. Даже просто пробежаться по заголовкам и разобраться уже понадобится время. Ну и конечно же, вырастает количество соцсигналов и ссылок. Это действительно так. Я чуть позже покажу на примере этой нашей статьи «Заработок интернете», сколько на ней ссылок, вот по всем этим выводам. И конечно же, полезным материалом делятся, о нем рассказывают. Действительно, сохраняют себя на страницах, чтобы использовать в будущем. Ну и конечно же, растут позиции по высокочастотным фразам. Длинный хвост помогает подняться в высокочастотке в поиске, в выдаче. Ну и конечно же, сайт не попадет ни под какой текстовый фильтр. Статьи, написанные по этой системе LSE Copywriting, однозначно пропускают все фильтры контента, которые придумали Яндекс и Гугл. Ну и конечно же, проще действительно структурировать сайт. Если вы создавали кучу страниц для охвата синонимов, которые одни касались там продать авто, другое, выкупа авто или это на самом деле это одно и то же. Да, на самом деле это логическое одно и то же, продать авто и выкупа авто. То именно для охвата этих синонимов, если раньше там до 2017 года в Яндексе пилили кучу страниц, это называется все выжигание семантики. То есть сейчас это не то, что полезно, это вредно и может наложить на ваш сайт фильтр. И теперь, как говорится, проще структурирует сайт, когда вы просто берете логические, как говорится, темы и вокруг них стройте контент. Ну и минусы, конечно, тоже существуют. Вся модель LC копирайтинга работает над опущением, что у слова есть всего одно значение. Как мы говорили про слово cars, да, существует множество слов, у которых другой смысл. И поисковик, он уже подстраивается под запрос этого слова. И если ваша, допустим, тема действительно коррелирует с таким же названием в другой теме, вам приходится ее постоянно уточнять. Как, например, слово пакет. Вот вы направите пакеты. Пакеты какие? Пластиковые, бумажные, мусорные. Нужно всегда уточнять. Текст рассматривается просто как набор слов. Взаимосвязи и порядок игнорируются. Действительно, LCI семантика – это просто набор слов. Ваша цель из LCI семантики – выстроить контент. И это не учитывается при постановке задачи копирайтеру. И в результате текст может превратиться еще в более неосмысленный мусор. Ну и, конечно, смысл текста не всегда может быть дословным. Не учитывать сарказм, иронию, иносказание. То есть здесь тоже очень важно учитывать, когда вы пишете семантику, чтобы текст был грамотно подобран. И когда вы собирали ключи, некоторые ключи могут попасть тоже в лся семантику по ошибке. Их тоже нужно устранять. А теперь перейдем непосредственно к самим ключевым словам нашей статьи «Заработок в интернете». Мы ее сейчас скопируем и зайдем, конечно же, куда? В «Webmaster Google». Мы сейчас отсортируем нашу страничку и увидим, по каким она запросам аранжируется. Это легко сделать. Если у вас есть «Webmaster Google», вы можете с легкостью это посмотреть, увидеть, сколько трафика дает эта статья. И вы можете сразу, допустим, ключевые слова отсеять. То есть, допустим, вот ключевое слово, запрос, допустим, не содержащий, допустим, заработок. Почему бы и нет? Сразу отсеем. Отсеем те слова, которые нас не интересуют. Нас интересуют LCI слова. По каким еще она запросам аранжируется? И 2300, почти 2000 кликов статья отдала. То есть, посчитайте, она дала около 7000 кликов за этот период. То есть, где-то 1 третья запросов не со словом «точного ухождения с заработок». И вы увидите, сколько тут слов, как бы разных вариаций, синонимов, склонений существуют у этой статьи. И можно отсортировать как раз, на какие запросы приходили все эти клики. И, конечно же, обратить внимание. То есть, и вы видите, что заработок, он тоже склоняется, да, то есть, но точного вхождения нет. И это очень важно. Склонения учитываются и учитываются синонимы. Вот. Доход в интернете, например, даже доход в интернете есть. Деньги в интернете вы можете увидеть в запросы. То есть, на самом деле, как бы вроде вы видите, что и высокочастотка подтянулась. Вот. И, конечно же, вы можете увидеть, сколько запросов нужно реально для того, чтобы продвинуться в том. Ну что, вспомнил синоним? Я вспомнил, что хотел сказать. Антоним к слову антоним – это синоним. Ха! А какой же синоним к слову синоним? Напишите ваши варианты в комментариях. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Также вступайте в нашу группу в Телеграме. Оставляйте свои комментарии и вопросы под этим видео. И, конечно же, не забывайте слушать нас в аудиоподкастах. Мы рассказываем в коротком БЛИЦ-формате много чего там интересного. И будем рассказывать для вас. И, конечно же, не забывайте читать наши статьи на нашем самом классном блоге. До новых встреч! Всем пока! И не забываем нажимать на колокольчик.